Наш партнер интернет-магазин joyspec.ru Широкий выбор автомобильных JDM аксессуаров и тюнингов в наличии Доставка по всей России Ссылка в описании Ребят, всем привет! Я сегодня катаюсь на полноприводном, турбовом, даже твин-турбовом Subaru Который в то же время, как я это очень люблю, является еще и универсалом Ну, конечно же, это Legacy, ребят Legacy второго поколения Такое поколение у меня уже есть на канале, очень старое мое видео Но, тем не менее, ну, согласитесь, я не могу просто упустить шанс катнуть на турбовой тачке лишний раз Особенно на полном приводе, все-таки это всегда старт по кайфу Да и вообще просто вот разгону дает по кайфу, даже вот так вот Брррр, а звук, а звук, ребята, звук Я даже, вот я специально не переключаю передачу, чтобы... Чтобы... Брррррррр, да В те времена, ребят, Субари еще отличались вот этим звуком, да Вот эта машина из девяностых, там, однозначно На все 100% У автомобиля небольшой пробег Вообще всего два хозяина, там, как бы, честный автомобиль вполне Это образец просто хорошо сохранившегося автомобиля Честно, когда они такие находятся, трудно представлять, что можно купить, я не знаю, какой-нибудь картонный Solaris за те же 400 тысяч, за которые куплена эта машина Ну а вы как хотели, да, она имеет возраст, но она имеет и состояние А когда покупаешь такие автомобили, все-таки состояние гораздо важнее, чем пробег и возраст Вы посмотрите, какая она чистенькая, черненькая, с желтенькими колесиками, вся как надо Вот один из эталонных видов Subaru 90-х Конечно, вот этот селедочный дизайн узконосый, плосконосый, многим не нравится, знаю Но, слушайте, почему-то вы селедочный дизайн марка 90-ка, вы воспринимаете на ура А селедочный дизайн морды Subaru как-то вот вам не очень Не слышно свиста и прочего шума из вот этих безрамочных дверей Вы знаете, да, кто давно меня смотрит, вы знаете, что я обычно не очень позитивно к этому отношусь Конечно, это очень круто смотрится, но я просто часто вижу такие машины, когда там свистит вот из-под резинок Чуть ли не дождь просачивается Конечно, это действительно машины, ну так скажем, не сильно в хорошем состоянии Но таких реально много, прям большинство Вы что, реально считаете, что дизайн прям совсем устаревший? Вот у моей машины дизайн устаревший на все 100%, но она 87-го года А это все-таки уже конец 90-х Конечно, здесь нет биодизайна, там знаете, вот этого вот кузовные панели с кучей изгибов и каких-то там непонятных граней Просто обычный строгий дизайн Дизайн есть дизайн, это вообще дело вкуса в принципе Если вдуматься, да, вы же не считаете каким-то плохим дизайн стареньких мерседесов А ведь дизайнер, который создавал внешний вид этого автомобиля, вот в этом поколении Он имеет к мерседесам непосредственное отношение Вот, видите, оно упирается Хотя я тоже видел комментарии такие, что, типа, чем квадратнее автомобиль, тем глубже уходят у него вот такие стекла Нет, ну никак оно туда не влезет Вот спереди оно практически полностью убегает, вот видите Тут, кстати, у нас тот вариант, который часто люди ищут, да, который часто люди любят Они есть, знаете ли, со споской крышей, а есть вот с такой, типа, ступенчатой А тут еще у нас и люк, и, ну, вообще, такая, как бы, панорамная крыша, все дела Однозначно вам покажу багажник, просто потому, что хорошая комплектация у автомобиля Начну с того, что емкость багажника Legacy больше, чем емкость багажника Caldino Основного конкурента, так? У нас комплектация, можно сказать, чуть ли не максимальная в плане в этом Вот такая шторочка, да, то есть отделяет объем багажника, соответственно И что мне очень нравится, есть вот такие сетки Реально мне нравятся вообще Вот я впервые вижу, что сохранились Ну, ладно, что они вообще, в принципе, здесь есть Потому что они бывают, даже я видел комплектации, в которых они должны быть Но они там просто не сохранились А здесь сохранились вот эти сетки, перегородка вот этой сеткой прочной Между задними сиденьями и багажником И даже вот эта вот сеточка тоже на месте, тоже родная Просто оцените, я вот сейчас крупно покажу Просто оцените сохранность обшивок Машина 96-й год Сохранность обшивок в багажнике Ну, из прикольных вещей вот вижу второй прикуриватель сзади Кстати говоря, жирный плюс олдовых уже почти что машин Это то, что все-таки не вот это вот современные какие-то там наборы там для ремонта Я даже не представляю, как им вообще пользоваться А все-таки есть, ну, хотя бы, хотя бы докатка, хотя бы банан, да Там, конечно, подполье есть, которое я бы, наверное, выкорчевал И где-нибудь здесь в нишах что-нибудь бы замутил Но там бы я положил даже полноразмерную запаску вполне Звуки отсечки, ребята, а! Как-то раз мне написали Ян, ты знаешь, почему такие звуки издает субаровский двигатель? Все заключается, вся суть в некоем техническом несовершенстве То есть дело в неравнодлинном коллекторе Я, наверное, один из тех немногих автоблогеров, которые не обсирают субари никогда Да, я понимаю, что у автомобиля есть свои недостатки, там, все эти ваши, там, стуки цилиндров и прочее такое Но у меня твердая убежденность в том, что автомобиль будет хорошо жить тогда, когда его хорошо обслуживают, однозначно Потому что, ну, серьезно, я знаю достаточно случаев на данный момент Если, может быть, еще когда я только начинал снимать видео в автомобилях У меня такого количества знакомых не было Но сейчас я могу с уверенностью сказать, я знаю достаточно людей У которых, в том числе и вот такие твинтурбовые EJ20 Ходят за 300 тысяч Ну, да, конечно, возможно, ну, не в таком жестком режиме наваливания Которому зачастую эти машины подвергают Вот от импрезы я ожидаю именно езду просто в режиме постоянного наваливания А от универсала, пусть даже и турбового Я все-таки ожидаю режим такой, знаете, с хочу еду быстро, не хочу быстро не еду В автомобиле мы ничего особенно здесь не, из тюнинга не видим Катализатор на месте, сразу говорю, катализатор у нас на месте Стоковый наддув, стоковые турбины Единственное, я очень прямо большой жирный лайк ставлю за то, что установлены тормоза помощнее Да, 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 все-таки это всегда полезно Стоковая подвеска, ничего здесь не меняли, кайловеры никаких здесь не стоят Подвеска, кстати говоря, в подобных комплектациях этих Legacy Это, конечно же, Бильштайн Мощные, серьезные, жесткие стойки Может быть, даже от их излишней жесткости чувствую небольшую такую вот чувствительность к колее Впрочем, это просто у нас дороги плохие, сами знаете, ничего здесь удивительного нету На полноприводных машинах приятно ехать быстро Я слышал от многих людей, что вот такой вариант EJ, он типа не крутой Но зато, с другой стороны, секвентальная вот эта работа турбин Позволяющая и внизу чувствовать какой-то такой приход И потом чувствовать какой-то тоже приход Но там уже основной приход, я насколько помню, после 4500 Я на самом деле считаю основным конкурентом подобных субаровских универсалов Все-таки колдины Потому что тоже 4 цилиндра, тоже 2 литра Все всегда указывают на тот факт, что они более ремонтно пригодны, колдины Ну да, обычный 3S, конечно же Не забываем, что несмотря даже на какие-либо, ну, достоинства и прочее Недостатки, так скажем, в плане обслуживания у всех оппозитников Они вот, ну, никуда не денутся, вот как ни крути Даже, элементарно, даже та процедура, как замена ГРМ, да, ремня На 3S выполняется за 3 часа А на EJ20 выполняется как минимум за 5-6 И то это должен такой быть, такой молодец, такой механик, шустренький такой Потому что просто все очень неудобно расположено Ведь он лежит там лепешкой в подкапотке До всего трудно добраться Я знаю, да, что можно заменить свечки с помощью карданных вот этих вот ключиков, да Но я серьезно, я один раз в жизни видел этот процесс Ну, прям просто в сервисе просто завис И посмотрел, как это делается Мне показалось, что это, конечно, реально Но все-таки что-то как-то бляха заморочено Но, с другой стороны, если вы поставите иридиевые свечки на турбовый двигатель Во-первых, он вам спасибо скажет за хорошее зажигание А во-вторых, вам просто их нужно будет менять настолько редко, что это не будет проблемой По сути, все вопросы к субаровским оппозитникам складываются из-за чего? Из-за того, что у людей тупо не так уж много денег Вот если вы хотите турбо, но задешево Это все-таки не тот случай вообще Тут нужно быть готовым, что либо ты просто сам будешь уметь все это четко, красиво делать Ну, его обслуживать, покупать хорошее масло И свечки те же иридиевые по 1000 рублей штука Либо не париться по поводу того, что нужно будет загонять в сервис И оставлять там внушительные суммы Даже приобслуживая, по сути, пожилой автомобиль Ну, это просто машина для любителей Не забуду упомянуть, что налог Налог, да, ребят Тут такая, знаете, фишка Те, которые помоложе, они гораздо чаще оформлены честно То есть те, которые уже третье поколение, ну и так далее Они уже зачастую оформлены честно И все лошади уже прописаны А вот это поколение, их еще очень много тех Которые оформлялись, ну, так всяко-разно там Кто на что гораст И поэтому, вот, например, у нашего автомобиля налог чуточку пониже Там, вот я вот не буду вам конкретно, конкретику говорить Но вы все знаете, как это делается У нас страна в этом плане С одной стороны это минус, да С другой стороны это плюс Кому в какой момент это выгодно, согласитесь? Обычный вид обыкновенной стоковой подкапотки Еще, ребят, нету вот этих всяких крышек Видно турбиночки с кожухами Честно все пока что Интеркулер, как всегда, верхний Кстати говоря, об интеркулерах Это вот как раз тот самый случай, когда Я вот не очень понимаю, надо ли его переносить на фронт Как многие делают Ну, не знаю По мне как-то вот это вот все удлинение Вот это вот, вот это вот Не факт, что сделает машине лучше Ну, хотя, если может быть тюнингуют, когда может быть Подкапотка теснее некуда Соответственно, это все еще друг дружку греет Сами, да, понимаете? Но, по крайней мере, по крайней мере Никакого колхоза И это прямо классно Когда автомобиль 20 с лишним лет И не успел поднабрать Никаких колхозных Фишечек, там ничего такого Даже вот я сейчас подошел наперед И вспомнил, что я вам не упомянул Про оптику Моретто один из редчайших экземпляров Вот смотрите Это тоже, это вот Это тоже, это не колхоз Это все фабричное такое Вот с такой маской Смотрится реально злее Смотрится реально злее Чем обыкновенная оптика Ну, обычная, знаете Обычная стекляшка Вот оно, вот оно Вот оно Как только мы 4,5 пересекли У нас сразу Вух, вух Да, где-то здесь Где-то здесь вся красота Черт, грузовик Какого черта ты тут делаешь Мы вообще можем Могем Конкретных минусов Вам могу сказать только один Трудно найти такую Которая будет живой Просто живой, целой Не геморройной Но, опять же От этого минуса Есть простое лекарство И оно называется Деньги Вы можете просто Покупая и разыскивая Подобный автомобиль Просто иметь денег Про запас На то, чтобы привести Его в нужное состояние Ну что, ребят Разгон Сейчас посмотрим Ну, ребят Комментарии пишите Я никак комментировать не хочу Стартанул я По сути С четырех тысяч Вроде как Второй хватило До сотки Но, что-то Как-то Не знаю Может быть Как всегда Я тяжелый, ребят Это я просто Я тяжелый И поэтому Машина Ну, так Умеренно разогналась Но Это не импреза Ну, ребят Ну, не импреза Ладно В общем Как всегда Подписывайтесь на канал Делайте репосты в соцсети Любите старые японские тачки Все ссылки в описании Всем пока Субтитры сделал DimaTorzok